Лучшее в стране Летерина Бателеева сегодня будет выступать в качестве переводчика, нам помогать Бонжорно, синьори тёцы Я буду только так вас приветствовать Да, мы синьори Синьори, да, 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 непременно Сотиди демонстрируют нам уже небольшие познания Будем общаться, наверное Стефана, если ты захочешь, ты можешь и на русском говорить Да, но, в общем, если будут какие-то сложности Конечно, на итальянский Да, я попробую говорить по-русски, я сделаю всё возможное Простите меня, я здесь не могу За только один я учил, один год Вот Скажу тебе честно, мы очень попросили Сати, чтобы она помогла нам В приглашении тебя к нам в студию И говорить, конечно, хочется Сегодня исключительно про твою профессию Про то дело, которое ты выбрал Потому что ты уже известный человек Давным-давно, как выяснилось Не все знали об этом, да, в мире, в мире, конечно, да В России пока многие тебя узнали там как супруга Сати Казановой Но, конечно, уже пора всё больше и чаще говорить о твоей профессии Потому что работы твои гениальны В общем, основная твоя деятельность — это всё-таки фотография Несмотря на то, что есть и операторские работы, и какие-то режиссёрские постановки Да, 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 вообще я фотограф И потом вместе фотографы и в одинаковое время Видеомейкер, травел-блогер, влогер И вот всё вместе Есть официальный канал на YouTube у Стефаны Там все интересующие могут, конечно, зайти посмотреть Сегодня фрагменты мы увидим с этого самого канала И сразу скажу, ещё будет и слайд-шоу с фотографиями Но прежде чем мы посмотрим фотографии, Стефана Очень простой вопрос, но без него никак нельзя начать Когда фотография в твоей жизни появилась? Когда я началась фотография? Ну, когда это всё, с чего всё началось? Уже не помню Может быть, девять лет назад Когда я закончила университет, в общем-то, тогда? Потому что я не всегда был фотограф Ты был музыкантом? Я тоже врач Дантист Дантист, да И добрала университет, в общем-то, когда я закончила университет, получил диплом Мой папа подарил мне камеру Так И там всё началось Началось всё, я так понимаю, с ротовой полости, наверное, пациентов Или нет? Первые снимки Из-за того, из-за того Если, смотрите, я могу показать Некрасивые фото Но потом этот мир стал тесен и захотелось уже чего-то больше, да? А вот, кстати, если про стоматологию поговорить, кстати, ну ты доверишь, если вдруг что-то экстренно-срочно понадобится? Ну, не дай бог такое, конечно, но мало ли Конечно, да Конечно, да Нам нужно просто прийти в какую-то клинику, где нам предоставят все инструменты и оборудование Я абсолютно спокойно открой рот, пожалуйста, я доверяю Мне даже интересно Вообще, Стефан в большей степени специализировался на зубах мудрости То есть сложные случаи Болучая специальность Да, да, требующие обязательного удаления То есть операционного вмешательства Да Именно по этой части Хирургия орала, эсенциалmente Да, был дентистом-хирургом Да Ну хорошо, и вдруг потом камера появилась Какие-то снимки, ну первая поездка, первая страсть именно к природе Какой был первый путешествий, когда ты попросил на натуре? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это были прям самые первые фотографии. Но конечно самые первые не были очень красивыми, потому что я еще ничего не умела. Но через где-то два года примерно, потому что я учился, учился, покупал технику. Первое путешествие, где правда у меня получились хорошие фотографии, это была Исландия в 2011 году. А, вот как раз я думаю, с этого путешествия мы посмотрим фрагмент с YouTube канала. Стефана, вопрос, почему природа, почему не красивые девушки, почему не... Кстати, да, и у меня такой вопрос, почему не... Потому что не есть ничего красивее, чем природа. А я... Кстати, ну когда он начинал, он же тебя не знал еще. Я шучу, на самом деле я шучу. И если говорить о том, хотела бы, чтобы у него была другая квалификация, нет. И я полюбила его именно за то, как он видит мир, как он эту красоту воспринимает и как он ее отображает. Поэтому пусть ничего не меняется. Есть еще один важный аспект. Это касается не только красоты тех предметов, которые ты фотографируешь. Но еще и очень важно то, какие эмоции ты можешь передать тем, что ты делаешь. И тогда я, делая фотографии на натуре, делая в том, как я научил это делать, я понял, что люди получают от этого очень важное. Я видел, что люди действительно оставались тронуты моими фотографиями. Именно поэтому я решила заниматься этим, а не продолжать профессию врача. Ну, а ты теперь после признания Сати понимаешь, что если бы ты снимал девушек или что-то еще, или оставался дантистом, ты бы никогда не завоевал ее сердце, скорее всего, да? То есть... Я предлагаю нам посмотреть, работает твоя Стефана, это будет слайд-шоу. А ты, конечно, пожалуйста, нам прокомментируй, расскажи, что это за снимки, где это. Именно слайд-шоу нас интересует сейчас, да? А это было два недели назад. Две недели назад, да. Три недели назад. Почти месяц. Ну, сейчас пока у нас там пытаются настроить, и будем надеяться, что сейчас все у нас получится и запустится. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-то камера специальная? Любимая, скажем так, с которой ты не расстаешься. Моя самая любимая камера это Canon 5D Mark IV. Так, вот уже твоя работа. Потому что это, я знамела, это фотография с этой фотокамеры. Тоже это, это был Япон, Arashiyama Forest, Киото город. А, есть интересная информация, что твоя специализация фотографии северного сияния, именно, и зимнего пейзажа. Да, это... Это город Фужи, Маунт Фужи, Япон. Конечно, вы знаете это место. Ах, родные сердцу места, конечно. Может быть, вы уже видели. Видели, но в твоем исполнении, в твоем видении еще нет. О боже! Это Куба. Это Куба. Я... Один год назад я там был для работы для Alitalia компания. Это Дубай. Ну, с авиакомпанией Alitalia уже не первая работа твоя была, да? Как выяснилось, уже раза три вы сотрудничали вместе. Серьезно. Да. Я три раза работал для этой компании. Я сделал документарь, я сделал фотки за новые... Новые... ...направления... 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 ...направления полетов, Пекина, Куба и Мальдивы. Мальдивы с супруга. О, это потрясающее видео. Я прямо настойиваюсь, чтобы вы, может быть, даже друзья... ...именно с него... ...с этого видео начали знакомиться с каналом YouTube. Это великолепный вид. Это потрясающий вид. Вот этот снимок, он с горы. Да? На горе, где ты находился. А, там, 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 там. 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 Очень красивая история есть об этой радуге. Это было то же самое утро, что вот предыдущая фотография Саванду. И вот в тот момент, когда я снимала айсберги для предыдущей фотографии... Я повернулся. И я увидела, что сзади меня была вот такая красота. И я знала, что через пять минут этого уже не будет. И я вот была в 150-200 метрах от этой радуги. Вестита pesante, потому что в феврале, в Исландии, в Родзайну. Желенная одежда с рюкзаком. Ну, зима, Исландия. Я просто, да, понесся туда. Как поезд. Я был как раз на Пейзле. Конечно. Это очень красиво, правда, я скажу честно. На сегодняшний день я знаю, что тебя очень часто приглашают на телеканалы, да, рассказывать как раз про путешествия. Твои фотографии публикуют журналы. Ты выступаешь на различных конференциях. Естественно, фотографии, путешествия. Что наиболее для тебя значимо во всем вышеперечисленном? Какое из этих вещей более важное для тебя? Из этого самое главное... Почему я решила вообще стать фотографом? Потому что я понял, что именно так я могу нести эмоции людям. Поэтому для меня самое ценное, когда у меня получается сделать это самым лучшим образом. Мне лично не так интересно отправиться на телевидение или в журналы. Это не то, что важно для меня. Потому что, как сегодня, мой канал YouTube, Facebook и Инстаграм, это моя телевидение. Потому что сегодня, в сегодняшнем мире, мой Facebook, YouTube, это то же самое, что телеканалы. Мои личные телеканалы. Поэтому для меня самое важное, это уметь донести еще больше до людей. И я заметила, что это хорошо получается с конференциями. Потому что в эти моменты я могу встретиться с людьми напрямую, посмотреть им в глаза. И делать вот то, что я выбрал для себя. То есть дарить что-то новое людям, которые смотрят мои работы. Друзья, мы прервемся совсем ненадолго. Обязательно оставайтесь с нами. Скоро продолжим. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, программа продолжается. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях итальянский фотограф Стефана Тиоца из Сати Казанова. Всем привет. Ну, супруга, ну как же, семья, прекрасная пара. Мы сегодня и про фотографии, и про... Конечно, немножко про... Ничего страшного. Упал напиток. Ну, если хочешь, поднимаешь в эфир или потом во время перерыва. Ничего страшного. Стефана, дорогой, хочу вопрос тебе задать... Мы вернемся к фотографиям, но сейчас больше, наверное, к актерской твоей деятельности, к новой такой истории в твоей жизни, но уже съемке в двух клипах. А-а-а. Супруги, да. Это спасибо тебе и мама. Потрясающая работа. Мы тебя хвалим за их. Да. Ну, скажи, пожалуйста, каково тебе выступать в роли актера, и открыт ли ты к предложениям? Что скажет на это сайте? Ну, конечно, это было очень весело. Ну, конечно, это было очень весело. Не был первый раз, потому что я был... За 10 лет я был музыкант и сделал много видеоклип с мою группу. И так было... Был свой бэнд, и они снимали уже ряд клипов в Италии, поэтому для него это был не первый опыт съемок. Понятно. Да, и не было новости для меня. Я был счастлив, чтобы я могла помогать моя любимая жена. И так вот. Конечно, я хочу сделать много. Если она хочет, я всегда готов. А если кто-то еще из артисток российских обратится и скажет Стефана... Сати уже, в общем, ответила. Я... Вначале я спрощу. Разрешение у супруги. Если она хочет... Нет, не хочу. И вернусь. Ребнуюсь. Ребнуюсь. Ребнуюсь, не вернусь. Ребнуюсь. Есть замечательное видео. Стефана снимает бэкстэч. То есть все съемки с места событий, как проходили съемки, клипы и так далее. Сати. Но ведь уже, может быть, пора довериться Стефану, мне кажется, как режиссеру дело. Как режиссеру? Мне кажется, так как он увидит тебя и снимет тебя. Не думаю, кто еще из режиссеров справится с так красиво, с задачей. Судя по всему, не думали об этом. Мы об этом не думали. Кстати, это интересная идея. Я недавно показывала ему новую песню. Стефан говорит, о, здесь должны быть такие танцы. Он мне показал кое-что, дурачить. Отчего я поняла, что, в общем-то... В этом что-то есть. В этом что-то есть, да. Ну, а здесь нужно быть готовы, учитывая страсть и любовь Стефана к путешествиям, причем такие места есть, там, какие-то далекие, экзотические. Если он решит, что съемки очередного клипа должны где-нибудь, не знаю, в Намибии проходить, ты согласишься? Я, да. На днях я увидела клип Ивана Дорна «Африка» и просто сошла с ума. Это настолько талантливо, это настолько опережает даже мировые тренды. Ну, а что касается экспедиции, ты с супругом готова отправиться куда-нибудь? Я очень хочу. Он меня сейчас... Не на Мальдивы, конечно, где вы снимали. Конечно. В Исландию. В Исландию зовет. Я даже в Италии была-то всего нисколько. Но проблема есть, что мы путешествуем, это, может быть, недели, 10 дней. Это нелегко найти 10 дней, в котором она может... Ну да, это только отпуск должен быть, и все. Давайте мы сейчас посмотрим еще фотографии, слайд-шоу, после чего потом перейдем мы к каналу на YouTube Стефана. Стефана, прошу тебя также рассказать немножко о том, что мы видим. А слайд-шоу, да, будет? Подождите секундочку, мы все готовимся. Да, сейчас откроемся. Как я вижу, это Намибия, да? Это, скорее всего, будет видео, сейчас сначала мы будем включать фотографии. Ну что, Эльд, тогда включайте тогда видео, раз у нас готово видео. Запускайте тогда. Вот. Это... Да, это было очень главное путешествие в моей жизни. Сколько градусов? 38. 38... Комфортно. Очень-очень... А, было зимой, да? Это был август, и в Намибии август есть зимой. Да, отличная зима. А наша мечта, просто чтобы наша зима русская вот такая была. Это наша мечта. То есть еще повезло, что было не 58. Это прекрасное место. Прекрасное место. Но это путешествие было очень важным в моей жизни, потому что в это путешествие я наконец-то решил изменить мою жизнь. Это был момент в этот год, в этот момент, когда я решил, как это сделать. Что мне делать дальше? Это был такой момент, такой год, когда вот я должен был решить, что мне делать дальше. Что мне делать дальше? Было много трудностей, которые подтолкнули меня много изменить в жизни. И вот во время этого путешествия я наконец-то понял, что мне делать дальше. И тоже в это путешествие я решил стать вегетарианским. Вегетарианцем. Вегетарианцем. Я решил охотиться туда и, увидев красоту животных, сменил ружье на фотографии, на фотоаппарат. Продолжай, пожалуйста. Это одинаковая ситуация. Для меня не было больше возможно. В день я смотрю, я думаю, какой красивый, как я люблю вам. И вечером я еду. В ресторане тебе подают стейк. Конечно, у меня мясо было вкусное. Но как? И так я решил, это ненормально. Ненормально. И так, давай попробовать изменить. И сейчас я очень счастлив. И, кстати, после месяца я встречалась с ней. И вот. И, кстати, тоже вегетарианка. И тут совпало вообще всё-всё-всё. Чудо случилось. Давайте посмотрим слайд-шоу сейчас. Это работа Стефана Тиотса. А потом мы отправимся с ним же в путешествие. Также по его видеозаписям. Ну что, запускаем слайд-шоу. Вот. Что это? Где это, Стефана? Это одинаковое место. Только летом и зимой. Одинаковое место. Сначала это фото. Одинаковое место. Это граница. Абсолютно разные. Граница между Светией и Финландией. Это Мачу-Пичу в Перу, конечно. Вы узнаете это место. Очень известное место. Это Марас. Это соляные пещеры. Это соляные пещеры. Соляные шахты. Интересно, что эти соляные пещеры в 3000 метрах. Они высотой 3 метра. Эти соляные пещеры. Это Абу-Даби Мачет. 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 Да, да, да. Конечно, вы знаете это место. Это очень близко, чем... Москва-Сити? Молтовичина. Здесь рядом. Здесь рядом. Да, действительно. Это называется пуфин. А вот уже есть птицы. Это самые красивые птицы. Птицы в Исландии. Они не боятся. К ним можно подойти, да? Ты их трогал же? Да, они их трогают. Очень близко. Очень рядом они трогают. Когда ты попробуешь трогать, они летают. Это Оман. Южный Оман. Это Италия. Потрясающе. Это Италия из Родельба. И там была частота на темпестной норме. Там был такой ураган просто. Ураган. Просто ураган. Это я в Перу с Rainbow Mountain. Это тоже Изландия. Это место образовано после извержения вулкана, самого большого извержения в истории человечества. И через три столетия на лаве выросла вот эта зеленая красота. Это была дорога в Нордкап. Предыдущая фотография дорога в Нордкап. Это полночи не развеет. Это трамонто. Закат. 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 Трамонто на мезоноте. Прима. Это был закат предыдущей ночью. И вот это закат. Это трамонто на дезертое Ломан. В пустыне. Куба. Это город Триндад. Ты Куба? Да, в Куба. Кажется, сто лет назад. На это сегодня. Я просто завороженная сижу на это все наблюдаю. Смотрю это очень красиво. Это прекрасно. Давайте сразу тогда посмотрим, может быть, как раз видео. Тем более, что уже фотография оттуда была у нас только что заявлена. Возвращаемся на YouTube-канал Стефана Тиоца. Стефана, а пока вот, вот. Что это? Где это? Это Магероя. Это Острах. Острах. Изоля. Изоля. Где Нордкап есть. Самое северное место из Европы. Самое северное место. Это... 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 Карибасские деревушки. Это... 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 Больше никому нет. Это деревня с двадцатью жителями. Это зимой. Это зимой. А потом ее откладываешь. То есть, комментируешь, рассказываешь, видео снимаешь. Потом откладываешь и берешь руки в фотоаппарат. И уже ведешь съемку. И пони комменти. Пойду попрендила макина фотографика и файле фото. Да. Я делаю все вместе. Это то, как разжено по-дентро. Вот. В голове все вот так вот крутится, перемешивается. Придумываю историю в голове. Рассказываю историю на камеру. И когда приходит время делать фотографии, делаю фотографии. В общем, все просчитано. Понятно, что, наверное, случаются какие-то такие сложные ситуации. Может быть, даже экстремальные. Все ли ты рассказываешь сати? Водку он говорил сейчас. Бережешь спокойствие жены. И готов ли ты сейчас к риску, уже будучи имея семью? Нет, нет. Я очень счастлив человек. Я могу рассказать все моей женой. Я очень счастлив про это наконец. Но если что-то... Опасное. Это опасное звучит. Я расскажу позже. Когда придет время, что уже все прошло. Ну, все хорошо. Все отлично. После дня я расскажу. Давайте мы сейчас посмотрим клип «Мама». Прекрасно. Там и Сати, там и Стефана, там и замечательная мама Фатима. Там очень хорошая работа, но вы ее прекрасно знаете. После чего продолжим общаться. Программа «Лучшая в стране», друзья. Сати Казанова. Да, конечно, которая только что в клипе и в песне. Здесь, в студии телерадио-канал «Страна ФМ» и Стефана Тиоца. Супрока и фотографы. Сегодня с огромным удовольствием смотрим работы Стефана. Как фотографии, так и видеоработы. Есть официальный канал на YouTube. Там можно ознакомиться более подробно. Уже огромное количество мест ты посетил Стефана. Но далеко не все, конечно. Пару местечек, какие твои ближайшие планы или хотя бы те места, куда хочется отправиться тебе? Камчатка, я знаю точно. Бакетлист, Камчатка, конечно. И вообще Россия, я уверен, что Россия прекрасная страна. Это нелегко путешествовать в России из-за визы. Но сейчас у меня есть виза, потому что я много... Ну да, потому что... И так у меня есть... Сейчас я могу путешествовать в Камчатку, в Байкал зимой, в Кавказ. И не только, есть много мест. Но, конечно, Россия это один в этом месте. Очень приятно это слышать, да? Россия, ты ее не объездишь и за три года. Да, да, да. Ну и прекрасно, вся жизнь впереди. Ну что вы? В России в первом месте Камчатка. Я мечтаю увидеть Камчатку. И снимать Камчатку, и рассказать Камчатку, и рассказать России. Потому что это не только из-за фотографии. Я делаю это, чтобы я могу рассказать. Это красота, люди, которые не могут путешествовать в эти места, в России вообще. Но это не только Россия, я мечтаю тоже Новая Зеландия. Новая Зеландия. Новая Зеландия. И есть Чили и Боливия, но там я буду это летом, следующим летом. И тоже Гренландия. Давайте посмотрим сейчас фрагмент твоего путешествия в Исландию. Включаем также видео, да. Ну и попросим несколько слов, Стэфан, рассказать в Исландию, да? Это мой самый любимый место из всех – это Исландия. Я десять раз уже там был. Десять раз. Десять раз. Десять раз. Это любовь, да. Я знаю это место как в моих кармане. Таска. Как мои пять пальцев. Как мои пять пальцев, да. Говорим, я знаю это как в моих кармане. А в Италии так сказать. Но это в первый раз я был в новом месте. Это ледяная пещера в самой большой… Где чаю? Ледник. Пещера в самом большом леднике. В самом большом леднике из всех. Это называется Водная Кутла. Водная… Вот такие смешные названия. Водная… Это натуральная ледяная пещера. Прекрасный свет, прекрасные краски. Может быть, что через минуту видеть. В общем, Стэфана, дорогой, я точно могу сказать, что нужно уже пора. И Сати говорит нам тоже об этом. Делать либо титры русские, либо переводить, да. Но непременно. Чтобы это… Чтобы могли все абсолютно желающие узнать… Да, да, я знаю. Потому что говорить, что ты давно… Смотри, какие краски. Краски – это прекрасные. Это натуральные. Это не фотошоп. Это не макияж. Не макияж. Я сразу же хотела, как истинная артистка, я говорю, а там можно клип снять? На что он сказал, нет. Свет там не выставишь. Много людей спросит меня, а это правда? Это правильно? Или фотошоп, или… Да, 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 да. Что-то там подправил на компьютере. Да, да, это правильно. Мир, правда, есть прекрасный место. Друзья, небольшая, короткая пауза буквально, после чего вернемся. Оставайтесь с нами. Лучшие в стране. Друзья, Стефана Тиоца, Сати Казанова, а здесь студия телерадиоканала «Страна FM», а очень мало времени остается, поэтому мы сразу же, Стефан, опять на твой канал на YouTube переходим. И, внимание, пожалуйста, у нас сейчас рубрика «Найди меня или ищу тебя». Стефана, рассказывай, пожалуйста, что это было. Это было три года назад. В это время у меня никогда не была идея жить в России, женат с русской женщиной и так. На этом путешествии я встречаюсь с этой замечательной дамой. Можно чуть-чуть звук прибавить в видео, если есть такая возможность? Эта дама продолжала говорить по-русски без остановки. просто постоянно. Думаю, что она не понимает. Мы не говорили по-русски и не понимали вообще ни слова. Я только сказал «Я не понимаю, я не понимаю». «Ты понимаешь, ты понимаешь». Говорили, 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 говорили. Мы говорили друг с другом, она по-русски и мы по-итальянски. А видно, что вы действительно понимаете друг друга. Мы ничего не поняли. Она понимала. Ничего. Никто ничего не понимал друг друга. Стефина, самое главное, я так понимаю, что она была против вообще браков между русскими женщинами и итальянскими мужчинами. Но когда я вернулся в Италию, я спросил жена моего брата переводить. И сейчас я понял, что она сказала. Она сказала, я никогда был женат с итальянским мужчиной, потому что вы носите капачи. Я никогда бы не вышла замуж за итальянца, потому что вы не обеспечиваете своих женщин, вы жадные. И это очень divertente, потому что я поеду, что два года назад я была... Садзи, ты должна сейчас опровергнуть. Опровергнуть. Потом как раз женился. Опровергаю. Итальянцы щедрые, классные, внимательные, нежные, удивительные. Ну, это мне так повезло, может быть. Я не знаю других итальянцев. Это единственный в моей жизни. Надеюсь, последний. В общем, дорогая Лариса, отзовитесь, пожалуйста, правильно, Стефан? Да, дорогая Лариса, я мечтаю встречать с тобой еще раз. Потому что я хочу показать, что я правильно женила русская женщина. На примере, да, чтобы ты увидела. Даже хотя ты сказала, что ты не... Хотя ты была против этой идеи. Хотя ты была против, я женила. Нет, женился на русской женщине. Ну, в общем, да, как выйти, понятно. И Сати Казанову найти можно в интернете, социальные сети. И у Стефана тоже все в порядке. Фейсбук, Инстаграм и Ютуб. Так что Лариса и те, кто ее знают, отзывайте, пожалуйста. Да, конечно. Я думаю, что она жит или в Красноярск, или в Иркутск. Потому что я встречался с ней в путешествии от Красноярск до Иркутск. Может быть, что ее семья есть там, не знаю. Но если ты видишь нам, пожалуйста, напиши мне. Если видишь это видео, то если увидите, Лариса, напишите Стефану. Стефану, коротенький вопрос и, пожалуйста, короткий ответ. Твое восприятие России, Москвы до знакомства с Сати, до женитьбы и сейчас твое восприятие отличается? Скажи, есть анонс? Леопиньона не изменилась слишком сильно. То есть, что то, что я почувствовала в этом путешествии, я увидела это постоянно. Мое мнение особенно не изменилось. Потому что то, что я прочувствовала во время своего путешествия по России, сейчас я постоянно нахожу этому подтверждение. Я думаю, я чувствую, что настоящая Россия это не большой город. Это в... Как раз провинция. В провинции, в даче. Мы были в городе Плюс. Ой, какой Плюс. Русские люди это прекрасные. Прекрасные люди. Прекрасные люди. Прекрасные люди. Такие теплые. Такие... Такие вежливые, добрые. Мы сейчас тоже рассказываем, как русские любят итальянцев, но у нас мало времени. Я надеюсь, вы знаете об этом тоже, Анташ. Наши чувства взаимные. Это не очень легко найти в Москве. Потому что в Москве много-много работы, много-много каоса. Большой город. Каждый большой город в мире это одинаково. Настоящая русская душа. Русская душа. Это прекрасная вообще. Я мечтаю, что я могу лучше русский говорить. И так путешествовать в России, чтобы найти это. Это старикец. Найти это богатство. Это богатство. Это мы с едителями просто. Обязательно. Сати, Стефана. Вы невероятно красивая пара. Вы знаете, это всегда очень грустно и печально, что заканчивается программа. Но есть и плюс в этом. Что значит, возможно, и следующая встреча. А со Стефаном понятно, можно сделать целую вообще образовательную. Серию программ. А вы знаете, про образовательную я хочу рассказать, что в Италии в некоторых школах дети учат географию на основании фотографий и видео, которые Стефан сделал в путешествии по миру. Потрясающе. Я думаю, что и у Сати в этом тоже, наверное, именно такие цели похожи в этом смысле. Что подарить эмоции, подарить вот эту красоту, святость. Есть потрясающий фрагмент где-то в интернете. У тебя, Стефан, на канале, как вы поете на итальянском языке. Фрагмент, кусочек. Если можно вас попросить об этом вместе спеть. Прямо кусочек, именно на итальянском. Итальянский поем? Да. Какие песни? А мы не пели по-итальянски? Есть у вас на Ютубе? Не сможете сейчас сходу, да? Не помните? Кусочек какой-то, вы там что-то напевали. А в каком видео? Я не помню. Не помню. Хорошо. Тогда мы подготовим песню. Скорее всего. Будет ли дуэт, в общем так, скажите. А где моя жена? А где моя жена? Я. Он написал песню. Он написал песню. Пока меня пела. Степан идет в Сати Казанова в следующий раз с фотографиями, с песнями. До новых встреч. До новых встреч, Сашенька. И спасибо вам за все, за эту прекрасную программу, за этот прекрасный разговор.